КОМИКС ФНАФ ЛОВУШКА ДЛЯ СПРИНГТРАПА Думаешь, они задержат этого чувака с бровями достаточно долго, чтобы это не стало проблемой? Это зависит от обстоятельств, Фрингов. Насколько хорошо ты играешь в угадайку? Это тот самый, Фиолетовый. Ты говоришь так уверенно, как я и ожидала. Просто доверься мне, ладно? Это Фиолетовый. Вот так это нахрен и работает. Ладно, найди часы. Как это трудно бы ни было, ведь в Доме Развлечений не так уж много часов. Это Дом Развлечений. А чего ты ожидал? Только не это. Ладно, походу это раздражение никогда не пройдет. Как мы можем ускорить события? Пожалуйста, не смотри на меня так. Я ненавижу, когда люди, которые все планируют, смотрят на меня так. Кто-нибудь действительно владеет этим местом? Нет, просто оно всегда вроде как существовало. Просто существовало, как и все здесь. Отлично. Это значит, что я не должен извиняться ни перед кем, если что-то пойдет не так. Бонни, ты огромный и у тебя большой тупой предмет. А мы можем просто все разбить и продавить себе дорогу. А ничего, что мне не очень везет, и это не очень хороший поступок. Тебя уже убил гигантский робот Гризли посреди глупого квеста. Насколько хуже может быть твое везение? Он в чем-то прав. Посмотри на это с другой стороны, милый. Как только он покончит с этим приключением, он, вероятно, влезет в новую катастрофу. Такую, которая нас не касается. Ну хорошо. Знаешь, это очень странное чувство. Знать, что люди помогут тебе просто ради того, чтобы убедиться, что им больше не придется с тобой разговаривать. Ну, это честно. У тебя искреннее отношение с Бонни. Откровенно говоря, ты ему не очень нравишься. Пока он не ударит меня по голове в третий раз, я думаю, что смогу это пережить. Ладно. Есть еще одна небольшая проблема. О боже, неужели я хочу это знать? Вот конец дома развлечений. Но там есть еще одна фиолетовая палатка. Конечно, есть. Хорошо, ладно. Просто нужно придерживаться плана, я думаю. Просто продолжай двигаться в сторону фиолетовых палаток. Очень много фиолетовых палаток спустя. Почему у вас так много долбанных фиолетовых палаток? Я и сам себя об этом спрашиваю. Лучше бы эти часы были рядом, а то у меня уже руки устали. Ищи. Ладно, мы только на минутку. Если кто-нибудь злой появится, бросай осколки стекла. Это, вероятно, будет считаться специальной атакой. У тебя есть странный талант постоянно удивлять меня своей грубостью. Спасибо. О, я все понял. Ха-ха-ха. Да, нужно поместить его обратно. Я должен был просто запереть настоящий костюм. Без обид. Ничего особенного. На самом деле это была не я. Я понимаю, что это, вероятно, должно заставить меня задуматься обо всех ужасных делах, которые я сделал, но в основном. В основном это просто заставляет меня задуматься, насколько тупым меня считает создатель головоломок. Ну, мы видели фиолетового парня, так что... Спасибо, Голди. Так, и что теперь? На основании всего, что было до сих пор, возьмите их двоих и идите, пока Фредбер не появится и не будет вести себя загадочно. И как долго, по-твоему, это продлится? Ну, учитывая, сколько времени нам понадобилось, чтобы найти эти часы, черт возьми, вечность. А, вот вы где. О, боже. Как хорошо, что у меня сейчас нет сердца. Иначе бы я сдох. Привет, Фредбер! Еще какие-нибудь зацепки? Что-то вроде этого. Я собирался позволить вам найти меня через ряд хитроумно скрытых входов и выходов, которые развивались с течением времени и которые требуют много проб и ошибок, чтобы найти. А потом я сказал, нет, если это случится, в лучшем случае он застрянет на целую вечность. А потом этот гигантский медведь разорвет его на куски и нам придется начинать все сначала. Ты достаточно занят, но у тебя есть другие проблемы, чтобы решать их. Считайте это маленькой милостью. Это, наверное, самый приятный способ, которым кто-либо, когда-либо скажет тебе, что ты плохо разбираешься в головоломках. Может быть, все перестанут мне морочить голову этими загадками? Фредбер, как долго ты ждал нашего появления? К счастью, не так долго, как мог бы. Просто следуйте за мной. Я могу привести вас туда, куда вам нужно идти дальше. Так вот, не пугайтесь. Это просто странный эффект. Как те искривленные деревья и камни. Спрингтрап, ты сначала пройдешь со мной. Я слегка встревожен. Так ты идешь или нет? Сначала мелькали деревья, потом скалы, теперь стены. При таких темпах я не уверена, как долго смогу продолжать верить, что Земля существует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok